Тема сегодняшнего нашего эфира это иммунная система и физические упражнения, потому что сейчас в нынешней ситуации вообще все, что происходит в мире, наверное, это одна из актуальных тем, потому что от того, насколько сильным будет наш иммунитет, насколько сильным будет наш организм, зависит, как наш организм будет справляться с теми или иными вирусами. Без разницы, коронавирус это или какой-либо другой вирус. И анонсирую сегодняшний прямой эфир. Я сегодня приглашу присоединиться к этому эфиру замечательного человека, фитнес-тренера, который точно так же расскажет взаимосвязь между спортом, фитнесом, одним словом, физическими упражнениями и иммунитетом человеческого организма. Так, давайте я все-таки представлюсь, потому что, возможно, может быть такое, что не все меня знают, а те, кто знают, еще раз послушайте, кто я. Меня зовут Виктория Игнатьева, я являюсь бизнес-партнером корпорации Siberian Wellness, сибирское здоровье, русское название, и являюсь также мамой маленького ребеночка, мальчика, 2 года и 8 месяцев, и параллельно совмещаю материнство и онлайн-бизнес в партнерстве Siberian Wellness. И сегодня мы с моим партнером решили провести прямой эфир именно на такую актуальную тему, как укрепление иммунитета. Потому что если не помочь своему организму, не укреплять иммунитет свой, то с различными вирусами организму будет тяжеловато справляться. Вообще состояние иммунитета человека зависит от многих факторов, от многих. Это и питание влияет, это и психическое и эмоциональное состояние человека. Как правило, если человек все время находится в тревожном состоянии, в депрессивном состоянии, это сразу сказывается на иммунитете. И по поводу этой темы тоже я думала, потому что сейчас очень многие люди находятся в таком состоянии, так как в связи с той ситуацией, которая сложилась вообще в мире, в нашей стране, очень многие люди потеряли, к сожалению, работу. И непонятно, что будет еще впереди, и поэтому у многих людей такое тревожное, депрессивное состояние. И возможно, скорее всего, да, тоже проведу на эту тему эфир, но еще пока думаю, планирую. Если что, извещение будет. Также на состояние иммунитета очень сильно влияет образ жизни человека. Какой образ жизни ведет человек? Здоровый образ жизни? Или же все-таки злоупотребляет определенными вредными привычками? И тем самым, наоборот, ставит палки своему организму? На состояние иммунитета влияет спорт, физические упражнения, фитнес. Об этом Зимфира подробно расскажет во время своего выступления, поэтому я не буду затрагивать. И, конечно же, огромную роль на состояние нашего иммунитета влияет и экология. Сегодня, именно в сегодняшнем эфире, мы затронем такие факторы, как питание и спорт. Все вышеперечисленные факторы, которые я рассказала, плюс еще дополнительно другие факторы наследственности и все такое, также включаются, они приводят к тому, что в организме накапливаются токсины, с которыми наш организм не в состоянии справиться самостоятельно. Это уже доказано многими учеными, многими врачами, кто изучает вот эту сферу, иммунологами. И поэтому организму надо помогать, помогать выводить различные вредные вещества и токсины из своего организма. И здесь очень классно помогают нам растительные детокс-комплексы. Почему именно говорю про очищение организма? Потому что иммунная система берет свое начало в нашем кишечнике. В кишечнике организма человека находятся и живут 90% иммунных клеток вообще, что находится вообще в целом организме человека. И если кишечник сильно засоренный, и если в кишечнике неблагоприятная среда для того, чтобы иммунные клетки размножались, увеличивались в количестве, укреплялись, и за счет этого укрепился сам иммунитет у человека, надо укрепление иммунитета именно начинать с очищения своего кишечника. Надо приводить свой кишечник в нормальное, хорошее состояние, и микрофлору кишечника сделать плодотворной для размножения иммунных клеток. Потому что кишечник это то место, такая благоприятная среда, как для размножения различных вредных микроорганизмов, различных бактерий, так и для иммунных клеток. И поэтому самый правильный путь укрепления иммунитета, это поддержание своего кишечника постоянно в отличном состоянии. Нет смысла принимать какие-то иммуномоделирующие препараты, если у вас в кишечнике творится бардак. И поэтому, если вы даже принимаете какие-то иммуномоделирующие препараты, возможно, на какой-то промежуток времени действия у этих препаратов будет, но это временное явление. Потому что иммунные клетки не смогут размножаться, так как для них нет благоприятной среды. А иммуномоделирующие препараты, они стимулируют размножение и рост иммунных клеток, за счет чего и идет укрепление иммунитета. Вот весь секрет начала развития укрепления иммунитета лежит в кишечнике. И поэтому, а как можно понять? Часто задают вопрос вот этот, как можно понять, что у меня кишечник засоренный, вообще мой организм засоренный? Я правильно питаюсь, я употребляю очень много воды в течение дня в нужном количестве, потому что вода это очень важный фактор, также для поддержания вообще всего организма в отличном состоянии. Есть несколько признаков определения, что вообще организм ослабленный, засоренный различными вредными бактериями, микроорганизмами и токсинами. Во-первых, это вялость, человек постоянно вялый, быстро устает, какая-то слабость, может быть даже головокружение, различные высыпания на коже, это тоже первый признак того, что надо поработать над своим кишечником и очистить свой кишечник. Выпадение волос, тоже очень явный такой признак, что с кишечником что-то не так. Но это может быть, конечно, нехватка определенного минерала, определенного витамина, но надо задуматься над тем, что давно ли я вообще очищала свой кишечник. Сухость кожи вообще по всему телу или может быть сухость именно на лице, тусклый свет кожи, запах изо рта может быть. И иногда бывает такое, что вроде бы человек себя чувствует нормально, хорошо, и никаких вот таких признаков нет, но он очень часто быстро растужается. Это тоже признак того, что иммунитет у человека ослабленный и скорее всего надо уже начинать очищать свой организм. Натуральные фитосорбенты, фитосорбенты, если два слова, фито это растение, сорбент это сорбция, от слова сорбция, они идеально подходят для очищения организма естественным путем. Потому что фитосорбенты содержат растительные компоненты, которые попадая в организм человека, связывают все вредные микроорганизмы, связывают все вредные токсины и естественным путем выводят из организма. И помимо того, что растительные компоненты, вот эти фитосорбенты, помимо того, что они очищают организм, избавляют наш организм от различных вредных токсинов, они еще контролируют, вернее, нормализуют обменные процессы в организме и нормализуют работу желудочно-кишечного тракта. Поэтому сейчас я вам представлю, с помощью каких фитосорбентов периодически я очищаю свой организм. У нас в компании Siberian Wellness есть классная линия. Раньше она называлась лимфосаны, сейчас эта линия называется фитосорбентой. Вот у меня есть очищающий фитосорбент, базовый, всего их три вида. И вкратце я вам расскажу про все эти фитосорбенты и расскажу, каким образом они работают, как их применяют и как часто их можно применять. Есть три вида. Очищающий фитосорбент, это базовый, это мягкое базовое очищение вообще всего организма человека. Есть фитосорбент кишечный и есть фитосорбент суставной. Сейчас объясню, чем они отличаются и в каких случаях необходимо принимать те или иные фитосорбенты. Суставной. Суставной фитосорбент уже говорит, слово говорит само за себя. Это предназначен для тех людей, у кого есть проблемы с суставами. Возможно, боли в суставах, либо в костной ткани, в позвоночнике вообще. Суставной фитосорбент помимо того, что очищает кишечник, восстанавливает микрофлору кишечника, еще в составе у суставного фитосорбента содержится гидролизат коллагена, который укрепляет, способствует регенерации хрящевой ткани, то есть восстанавливает хрящевую ткань человека. И плюс в составе суставного фитосорбента содержится кора ивы. А кора ивы, наверное, вы все знаете, что использует, входит в состав аспирина, а аспирин очень классно снимает воспаление. То есть кора ивы, которая содержится в составе суставного фитосорбента, снимает боль, боли в суставах за счет того, что кора ивы, и плюс восстанавливает регенерацию хрящевой ткани. Следующий фитосорбент – это кишечный фитосорбент. У всех этих фитосорбентов основная функция – очищение кишечника, организма, восстановление микрофлоры кишечника, и плюс дополнительно добавляется функция. У кишечного фитосорбента антипаразитарная функция добавляется. Если у человека в организме есть паразиты, без разницы, огромные, маленькие, мелкие, там в составе кишечного фитосорбента есть антипаразитарные растения. Это пижма, тысячелестник, и они оказывают противопаразитарные действия на организм человека. И плюс, если у человека есть склонность к аллергическим реакциям, то есть человек страдает аллергией, то этому человеку тоже можно рекомендовать даже нужно кишечный фитосорбент. Потому что там идут растения, которые снижают аллергический фон в организме. И у человека проходит, у кого как проявляется аллергическая реакция, у кого-то высыпание, у кого-то в виде одышки, вот эти реакции ослабевают. За счет того, что вот эти растительные компоненты укрепляют антиаллергический эффект в организме. И базовый очищающий фитосорбент, основная функция идет базовое очищение организма, базовое очищение кишечника. И еще хочу сказать, вот эти все три фитосорбента, они помимо того, что очищают кишечник, очищают организм, они очень классно очищают лимфопротоки, лимфоузлы. А что такое вообще лимфатическая система? Лимфа разносит по всему нашему организму и полезные, и вредные вещества, которые попадают в наш организм. И лимфатическая система может служить переносчиком вредных различных бактерий, различных микроорганизмов. И при этом, когда вот эти вредные микроорганизмы и бактерии попадают в такой слабый, там уже начинает развиваться тот или иной воспоминательный процесс. А, вот лимфатическая система. И лимфа... Вот эти фитосорбенты, все три вида фитосорбентов классно очищают лимфатическую систему и лимфоузлы. Лимфоузлы, они являются фильтрами, где задерживаются все вредные вирусы, различные бактерии, вредные микроорганизмы. И вот таким образом, за счет фитосорбентов идет избавление вот этих очищения лимфопротоков, лимфоузлов и вообще лимфатической системы от этих вредных микроорганизмов, различных бактерий и вирусов. И вот сейчас я уже плавно перехожу... А, по поводу приема. Сначала по поводу приема. Привет, Леана. По поводу приема фитосорбентов расскажу, а потом уже плавно перейдем к физическим упражнениям. Данный фитосорбент это порошок. Чайную ложку горочкой берем и разбавляем в стакане теплой воды. Перемешиваем и получается как бы киселеобразная такая масса. И принимаем. И часто бывает такое, что клиенты пишут, что я не могу пропивать лимфосан, потому что мне противно. Потому что здесь кусочки трав. И некоторые люди, возможно, у них плохо получается переносить вот этот аромат, либо вкус. То в этом случае есть второй вариант, который ничем не хуже. Вы можете создавать из этих фитосорбентов коктейли. Можно прям взять какой-то йогурт, например, да, сладкий, либо кефир, и туда можно добавить чайную ложку фитосорбента. Можно добавить ягоды, либо натуральный сок с мякотью. И вы все это взбиваете в блендере, составляете таким образом, получается у вас классный коктейль, полезный, который классно очищает ваш кишечник и вашу лимфатическую систему. И вот такой коктейль можно легко делать как взрослым, так и детишкам. Лимфосаны можно давать детишкам, начиная уже с 6-летнего возраста. До 6-летнего возраста кишечник ребенка можно очищать с помощью другого продукта, природный инулиновый концентрат, называется ПИК. Про ПИК-порошок я классно рассказывала во время своего прямого эфира про укрепление иммунитета именно детишек. Если у кого есть интерес и кто хочет получить более подробную информацию по поводу укрепления иммунитета детей, вы можете перейти на мой ютуб канал по ссылке в шапке профиля и там найти запись этого прямого эфира. Так и называется укрепление иммунитета детей. И там как раз я классно даю информацию, подробно рассказываю с помощью каких продуктов очищать вообще кишечник и каким образом укреплять иммунитет. От 6-летнего возраста вы смело можете давать ребенку кишечный фитосорбент, потому что у детей часто встречаются паразиты в организме. И поэтому если постоянно заниматься профилактикой, то постепенно можно выводить паразиты из организма. И можете давать очищающий фитосорбент. Но суставной фитосорбент в основном уже принимают во взрослой жизни, когда у людей, кто занимается спортом, вам рекомендуется принимать периодически суставной фитосорбент, потому что у спортсменов все-таки нагрузка на костную ткань очень сильная. И конечно же тем людям, у кого есть уже отклонения в суставной, именно в костной системе. И вот таким образом я плавно перехожу на фактор, который влияет также на иммунную систему, это физические упражнения. И сейчас я приглашу на этот эфир присоединиться замечательного человека, классный фитнес-тренер, плюс учитель физической культуры в средней школе Зимфиру Бронникову. Я попытаюсь сейчас присоединить. Так, сейчас, минутку. Зимфира, я отправила запрос на добавление к эфиру. Пожалуйста, присоединитесь. Конечно, рассказала про вас, Зимфира. Давайте тоже представьтесь. Возможно, я упустила какой-то момент, чтобы у людей было представление, кого они вообще слушают, от кого перенимают опыт, полезную информацию. Спасибо, Виктория, что пригласила меня. Эхо отдаётся? У меня нет, у меня всё хорошо слышно. Значит, это у меня отдаётся. Ну ладно. Я очень рада, Виктория, что пригласила меня на этот эфир, потому что для меня это внимательно. Я как учитель физической культуры в общеобразовательной школе, как фитнес-тренер. Могу рассказать немножко о том, как связаны физические культуры с физическими упражнениями. У меня немножко отдает эхо, и получается, если я не слышу. Ну, я хорошо слышу, у меня эхо нету. Тогда я буду говорить о культуре, потому что мой голос мне же мешает. Хорошо. Кровеносная система имеет сердце. Сердце качает кровь по сосудам. Движение крови в сосудах очень высокое. За одну секунду кровь делает движение на 40 сантиметров. То есть, по сути, скорость крови – это скорость крови в секунду. А в лимфатической системе сердце лимфа. Значит, лимфа двигается немного медленнее. За одну секунду лимфа двигается всего 4 мм. Вот теперь представь. Ой, в 10 раз, да, меньше? Да. В 10 раз медленнее двигается, и проток. Это значит, что мы с нами можем привести к лимфу движениям. Для того, чтобы не было застоя. Не было отёка. И как можно лучше на воду очистительная система. Потому что, по сути, система – это деньги ядов. Из организма. И чем быстрее ядов выводятся, тем чище становится организм. А чистота – это залог здоровья. Теперь, каким образом мы можем с помощью физических упражнений улучшить скорость движения лимфа? Лимфатический сосуд. Лимфатический сосуд. Представьте себе. Вокруг мышцы. Мышца работает. Только когда мы делаем физическую скорость. Есть движение. И лимфа движется. Нет движения. Лимфа не движется. Поэтому очень важно выполнять физические упражнения начиная с ног до головы. Обычно мы выполняем внутреннюю зарядку именно начиная с упражнений до головы и заканчивая ногами. Это хорошо. Для кровеносной системы. Но если мы хотим поработать на движении лимфатической системы, нужно чередовать. Следующую зарядку, например, выполнить с упражнений с ног. И заканчивать головой. И заканчивать головой. А какие это могут быть упражнения, которые каждый может повторить? Первое упражнение... Первое упражнение... Это подъем на носки. Это подъем на носки. Просто встали и поднимаемся. Да? Да. Угу. Второе упражнение... Второе упражнение... Это... 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 Приседания. Приседания. Угу. Выпады. 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 Здесь уже работает тазобедренный сустав. Только после этого мы переходим в упражнение для помощи. После упражнения для помощи мы выполняем упражнение для пришел в медицинское поиски. И только в конце мы выполняем упражнение для причины. И только в конце мы завершаем упражнение головы. То есть это наклоны головы, упражнения. То есть упражнения для мышц шеи. И вот таким образом мы приводим в движение лимфа снизу. А как лимфа движется снизу? Это я правильно поняла, что, например, утром, когда мы занимаемся зарядкой, можно сразу начинать упражнения делать с ног. Не обязательно сначала на разогрев, а сразу с ног. Да, особенно если есть отюлки. Если есть проблемы с лимфатической сеткой. Если у человека кровеносный кровь, то, конечно, надо было начинать с шеи. А можно чередовать? Чередовать упражнения для. Сначала на упражнения, которые сверху, а сразу после этого уже повторно начинаем только снизу. Или прям упражнения чередовать? Чередовать. Например, начинаем упражнения подъем на носки 20 раз минимум. А дальше идет наклон головы. Дальше приседания. Дальше приседания. А следующее упражнение уже для верхней части. Можно так? Можно так. Понятно. Что скажете по поводу фитосорбентов? Как они ускоряют? Я не понимаю, либо не чувствую. Да, вот это. Что я заметила, сейчас скажу. Когда пьешь лимфо-сорбент, улучшается работа лимфо-сорбент. Во время физических упражнений очень хорошо начинаешь потеть. То есть, если ты лимфо-сорбент не пил, ты не пропотеешься еще так, как надо. А вот когда ты пьешь лимфо-сорбент, ты потеешь лучше, особенно под мышкой. Человек должен потеть под мышкой. Именно там, где находится лимфо-сорбент. Лимфатический узел тоже находится. Значит, между паховой области. То есть, там должно потеться шея. Но вода не должна бежать со спины сразу. Со спины она не должна бежать. Она должна бежать со стороны под мышек. Со стороны паховой области. Потеть должно под коленками. Именно там, где находится лимфо-сорбент. Если человек не потеет, но у него потеет с ума. Это говорит о том, что лимфатический узел под мышками загрязненный. И скорее всего, им нужно протеет с ума. Когда человек потеет под мышками, у него вода по рукам бежит. И это хорошо. Это первый признак, что лимфатический узел под мышками. А еще вот я не сказала в своем выступлении, что вот эти фитосорбенты или лимфо-саны надо пропивать за 30 минут до завтрака обязательно. То есть мы пропиваем вот этот лимфо-сан и начинаем заниматься физическими упражнениями. Правильно же, да? Да, можно, значит, когда ты просыпаешься. Ну вот как я делаю? Как я делаю? Я просыпаюсь. Я просыпаюсь. Пью стакан воды. Вода-то святое. Лимфо-сан не может заменить воду. Нет, нет. Вот когда мы очищающий вот этот фитосорбент пьем, я вот этот момент тоже упустила, что обязательно нужное количество воды, потому что жидкость нужна, чтобы выводить вот эти все токсины из организма. Когда пойдет один стакан воды, а лучше два, в первую очередь, лимфа начнет активно работать. То есть она станет жидкой, она станет текучей. А когда идет лимфосан после воды, он с легкостью захватывает лимфосан. А она уже позволяет захватить, потому что она жидкая. То есть работа лимфосана, она уже идет по подготовленному грушку. То есть не в сухую. Да, да, да. То есть мы сами помогаем лимфосану работать. Да. 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 Именно вода. Именно вода. Вода, она насыщает клетки. Активирует кишечник. А лимфосан очищает. Очищает. То есть он спитывает и сразу же монотарно начинает выводить все в кишечник. Иначе, если мы это не ведем, грязная лимфа снова всасывается. Организма и грязь снова будет проходить по всем клеткам. Да, да. По всем. Идем в баню, то лучше потеется. Надо попробовать. Это перед баней когда принимаем, да? Перед тем, как принимаем. Лучше, конечно, и утром, и вечером. А вот здесь один момент сразу уточню. Некоторые клиенты, кто пробовал принимать фитосорбент вечером, у них получается утром сильные отеки. С чем это может быть связано? Значит, человек пьет мало воды. А, то, что не выходит все это. Понятно. Фитосорбент скапливает, но не может вылезать воды. Жидкости не хватает. Понятно, все, поняла. И насчет тренировок. Тренер. Тренер. Допустим, у меня сейчас тренировка, я выпиваю. Так, зависла. Все, 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 есть. Слышно? Ага, слышно. Слышно. Допустим, у меня тренировка, я выпиваю лимфосан. И через полчаса делаю заряд. И через полчаса делаю заряд. Ага. За это время лимфосан уже... Слушай, слушай. Делая заряд, мы активируем рабочую лимфосан. И в это время лимфосан будет... Вбирать в себя как можно большее количество ядов, так сильно. И продуктов распадов во время лимфосан. В то время лимфосан. В то время лимфосан. Значит, все ненужное уже уйдет быстрее, качественнее. И человек будет себя чувствовать намного лучше. Вот это так связано. Это так связано. Можно, конечно, в пационе ничего не делать. Можно ничего не делать. В любом случае кишечник будет очищаться. Ну да. Ну а если физические упражнения есть? Ну а если физические упражнения есть? То скорость восстаняется. Очищение будет происходить намного эффективнее. Эффективнее. Угу. Понятно. Надеюсь, всем теперь стало понятно более-менее. Я, конечно, во время первой части попыталась рассказать вот это все. То, как я сама понимаю из вашего предыдущего выступления. Вот вы же нам уже рассказывали нашим клиентам, команде, вообще вот как физические упражнения и лимфатическая система взаимосвязаны между собой. Теперь вот наконец-то то, что мы все-таки решили выйти в эфир еще раз. И надеюсь, зрителям, подписчикам, клиентам, партнерам Сайбериан Ломес стало ясно, как вообще вот с помощью физических упражнений и вот этих фитосорбентов можно активизировать еще быстрее, ускорить укрепление иммунитета вообще нашего организма. Димфира, у вас есть еще что добавить? Ну могу добавить. Ну могу добавить. Почему все так серьезно? Почему все так серьезно? Мы так говорим серьезно о лимфоцитах. Потому что в лимфоцитах, в лимфоцитах формируются лимфоциты. Это один из видов лимфоцитов. Именно они, лимфоциты, лимфоциты, убивают вирусы. А если лимфоузел загрязнен? Там нет лимфоцитов. Там кишит болото. А что там в болоте? Вирусы, бактерии, грибки. И они разносятся по всему телу. Поэтому нам нужно очищать, помогать организму вывозить яды, токсины. Даже вот эти трупы, эти группы, после того, как лимфоциты убьют их, это выводит санду. Да, да. Вот. Вот это важно. Понятно. Вот, в принципе, всё. Спасибо, Зимфира. Есть ли среди зрителей какие-либо вопросы вообще по поводу продуктов Siberian Wellness? Возможно, вопросы к Зимфире, касаемые именно тренировок, физических упражнений. Если есть вопросы, пишите. Будем отвечать. Так, опять зависло. А, всё, всё нормально. Сейчас буквально несколько секунд. Да, подождём. А, позвонили. Я так понимаю, вопросов у зрителей нету. А если кто посмотрит в записи данный эфир, и если даже у вас будут вопросы именно к Зимфире, обязательно пишите в директ. Я буду передавать Зимфире. Виктория, позвольте. Как-то буду связывать вас. Позвольте. 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 страдала уплотнениями лимфатических она про это даже не подозревала что лимфосан вообще может помочь а какой возраст на месяц пропила и у нее лимфатические узлы рассосали а ей 52 года ну была очень рада хотела просто избавиться от большого жмота а избавилась от шишек на лимфатической лимфатической так что нужно пить пробовать у всех такие результаты которые они даже не ожидают которые они даже не ожидают но это радует да конечно результаты клиентов это вообще радость на этом у меня все хорошо зимфира благодарю что вы присоединились и поделились вот этой полезной информацией особенно по поводу того что упражнения начинать вот лично для меня это было очень важно то что начинать упражнения физические упражнения с утра снизу и таким вот эта скорость движения лимфа по сравнению с кровеносной системой очень интересный такой момент благодарю что поделились и рассказали и плюс еще дополнили результат что у людей есть классные такие результаты я надеюсь почаще проводить такие прямые эфиры и скорее всего если темы будут перекликаться надеюсь будем дальше продолжать надеюсь вы не против слушайте слушайте спасибо спасибо все тогда я отключаю и буду завершать эфир если у вас дорогие друзья будут вопросы вот особенно те кто посмотрит в записи данный эфир и если будут вопросы которые направлены именно зимфире вы обязательно пишите я буду передавать зимфире ваши вопросы и от нее или как-то буду связывать вас вы можете связаться и уже пообщаться конкретно решить свой вопрос получить ответы на свои вопросы благодарю всех кто присоединился благодарю всех кто посмотрит записи желаю всем хорошего дня всем пока спасибо за субтитры